Всем привет! Вы на канале вязание и я Светлана Садвигова. Сегодня будем вязать вот такой узор узор вяжет спицами очень просто плотный это его лицевая сторона вот изнаночная так на вещах очень красиво смотрится хоть очень легкий показывай поближе для новичков это вообще безвыигрышный вариант на любое изделие я вот образец связала это в одну ниточку да и как бы так среднее натяжение нити сильно плотно не вяжите потому что тяжело будет вязать и он будет хуже смотреться сейчас покажу я курточку я вязала внучки я вязала в две нитки и очень-очень редко потому что курточка на синтепоне и на подкладке я вот вам сейчас показываю вот я вязала таким же узором видите как он смотрится вот такой же узор только редко это куртка на синтепоне сейчас я вам покажу ее я давала в уроках на канале там есть посмотрите на канале у меня есть это курточка можете посмотреть кого если заинтересовала вот я вязала таким же узором только я вязала редко и в две нитки видите как она смотрится очень хорошо замечательно таким узором можно кардиган вязать кофты пальто в общем на все подойдет если с тонких ниток добыть и вязать будет очень нежная кофточка и платье можно сейчас можно модно вообще платье которые вот идут они как свитера очень хорошо подойдет этот узор низу манжет делать очень красиво будет так так от курточки мы вернулись к нашему образцу так начинаем вязать для данного образца для такого узора можно набирать любое количество петель так набираем любым способом какой вам нравится я наберу 14 петель так набрала и 14 петель вытаскивать спицу можно на одну спицу набирает мне так удобно для образца так первое мы снимаем кромочная кромочная так и этот ряд мы провяжем все изнаночные петли так назовем это нулевой ряд то есть это ряд который подотавливается к узору чтобы можно было вывязывать так мы провязали изнаночные петли последняя кромочная так теперь переходим к основному узору так первый ряд первую снимаете кромочную петлю так так следующее смотрите вот у нас две петли да и вот смотрите ниже между этими двумя петельками вот между этими петельками вставляем сюда спицу и провязываем таким образом вот так провязали теперь эту крайнюю мы снимаем с левой на правой спицы опять вот между двумя петельками вот вниз вот дырочка сюда провязываем нить вытаскиваем и снимаем не провязывая крайнюю петлю опять поближе показываю между петельками сюда будете нить вытаскиваете и крайние вот справа снимаем на 5 так вяжем до конца первого ряда таким образом и вот конце обратите внимание здесь очень видите так петли плохо видно нижнюю да вы ее хорошо так растяните немножко и потом захватываете поддерживать и вытягиваете таким образом и последнее кромочная так провязали мы первый ряд так вяжем второй ряд зубра второй ряд 1 снимаете теперь смотрите у нас образовались по две петли вот тут тут обратите внимание по две петельки идут мы эти две петли провязываем изнаночной вот две петли провязываем изнаночной за счет того что мы первом ряду у нас получилось добавочная 1 петля везде мы теперь провязываем из-за этого две петли 1 то есть возвращаемся к первоначально количество петель провязываем до конца и еще напоминаю сильно того не вяжите будет сложно неудобно провязывать петли так вот предпоследние две петельки последние кромочные изнаночные так вот весь наш узор получается с первого второго ряда будете с третьего ряда быть и повторять с первого по второй ряд я вам еще раз показываю с третьего ряда в третьем и первые снимаете и вот точно так вот две петли петельки на лицевой стороне формируйте узор вот сюда между ними дырочку провязываете так вытаскивайте петли не провязывая теперь снимаете опять смотрите вот видите сюда поближе покажу 2 петли еще раз он показывает вот видите вот под этой ниточкой и так вяжем то есть повторяется взор с третьего ряда повторяйте с 1 по 2 а один раз мы провязали изнаночные когда начинали только вязать узор то есть это как бы фундамент для узора у нас получилось так вот конце я говорила вам тут аккуратнее немножко если выйти пальцем помогать если бы плохо втаскиваться так сюда тоже вставляете между этими двумя петельками последняя и последняя кромочная и последним провязывайте кромочной так это третий ряд я уже показывал вам повторно чтобы лучше вы увидели а четвертый ряд вяжите как и второй то есть провязываете по две петли которые образовались две две везде две петли провязывайте 1 нот видно видите вот и все узор такой несложный вяжется легко смотрится красивая такой как бы универсальный и можно вязать таким узором в изделии так вот у нас здесь уже видите уже рисунок появляется проявляется сейчас я провяжу несколько рядов вернемся так я вот провязала возвращаясь еще вам показываю смотрите как у нас есть если на вход на пути вязать он будет вот так смотреться вот как натянуты да если чуть пореже будет уже по-другому смотрится как я вам показывала на курточке на этом все спасибо за внимание пишите отзывы оставляйте комментарии ставьте лайки задавайте вопросы подписывайтесь до новых встреч до свидания а